23 ноября госавтоинспекция города Твери совместно со специалистами компании Угона.нет представили проект «Защити свой автомобиль». Акция проходила в живописном центре города у кинотеатра «Звезда». Любой желающий мог проверить свою сигнализацию на защищенность от электронного взлома, получить рекомендации инспекторов ГИБДД и экспертов по защите автомобилей. Напоследок у организаторов был припасен фееричный сюрприз – настоящее шоу, но об этом чуть позже. Так как данное мероприятие не было спонтанным и анонс о его проведении был дан заранее, желающих протестировать своего автолюбинуса собралось много. Еще задолго до назначенного часа автовладельцы вставали в очередь и решали, кто же будет первым. Волнение нарастало. Мы ждали, когда из Москвы в запечатанном конверте привезут специальное устройство – тот самый нашумевший код-грабер. «Здравствуйте! Вот, дождались уже здесь, сидим, все готово. Вы нам привезли?» Все в сборе. Начинаем? Проверим. Проверим. В общем, вот такие вот образы. Смотрите, вы как обычно приехали, да, там какое-нибудь заведение. Открывай. Ни один, ни второй. Мы вас поздравляем, у вас сигнализация, наш краш-тест, так называемый, не прошла. То есть, соответственно, ваш автомобиль может пока спать спокойно, у вас еще не закрывается. Все, уезжай, следующий. Выходим также, обновенно закрывая автомобиль, как обычно. Давай. У вас тоже поздравляем. Она открыта. Ну, то есть, теперь уже не вы управляете своим автомобилем, делайте выводы. Скажите, пожалуйста, вы были готовы к тому, что ваша сигнализация не выдержит этот тест? Да нет. Не только сотруднику ДПС, но и нам было весьма приятно, что автомобили не сдавались без боя. Многие приезжали не как новички, а как бывалые автовладельцы, интересующиеся не только машинами, но и системами, которые могут обезопасить автомобиль и его содержимое. Так как проводимая акция была уже второй по счету, даже через первые полчаса мы смогли заметить, что автомобили отличаются от тех, что мы видели в первый раз. Ранее мы наблюдали, как люди из любопытства проверяют свою сигнализацию, но в этот раз они хотели удостовериться при помощи тестирования, что сделали правильный выбор, и их сигнализация даст отпор кодграбберу. Сегодня мы проводим акцию «Защити свой автомобиль», в рамках которой с помощью так называемых кодграбберов пытаемся открыть автомобили, естественно, с разрешения их водителей, их хозяев, и тем самым показать, насколько защищенные или незащищенные сигнализации стоят на этих автомобилях. Значит, как мы сегодня могли увидеть, сегодня после анонса, когда водители были заранее в курсе о том, что будут проверять их сигнализации, конечно, приезжали многие, которые не получалось скрывать, что очень было отрадно для нас, как для госавтоинспекции, потому что тем самым мы получаем хоть какой-то пласт водителей, хоть как-то защищающих своих автомобилей. Как вы можете заметить, многие люди, приезжая на вот такие акции, они где-то слышали о том, что их автомобили могут вскрыть, но реально даже не представляли такую возможность. И когда человеку наглядно показывают, что вот, он приехал на автомобиле, он закрыл ее своей штатной сигнализацией или там какой-то другой, и буквально люди с этими кодграбберами прямо при нем его открывают, то, естественно, конечно, мировоззрение человека меняется, и вполне возможно, что этот водитель уже поедет и что-нибудь придумает для защиты своего автомобиля. Для нас самое главное, чтобы ничей автомобиль не ушел в чужие руки. Чем меньше будет таких случаев, тем до нас лучше. Мы призваны защищать их автомобиль. Тем временем собравшиеся автовладельцы уже с пристрастием расспрашивали сотрудников компании «Угона.нет» в оборудованном павильоне, где на всеобщее обозрение были выставлены различные устройства, которыми пользуются злоумышленники о новейших системах охраны. Ну, здесь представлен, скажем так, основной инструмент, которым пользуются злоумышленники для вскрытия и угона автомобилей. В основном здесь представлены профессиональные наборы отмычек, которые используются при вскрытии безаварийных замков. Сверты, так называемые, то есть это каленый материал, сделанный специально по форме ключа, вставляется в личинку замка зажигания или водительской двери, и посредством рычага просто личинка проворачивается у нас. Специальные, так называемые, декодеры, то есть с помощью которых можно открывать, например, автомобили Ford в течение полуминуты-минуты при наличии практики. Это так называемый автокерн для бесшумного разбития стекла. На стекло производится усилие, взводятся пружины в керне, и происходит точечный удар, который заставляет стекло практически бесшумно расколоться и осыпаться. Датчик на удар не срабатывает, то есть для хищения вещей используется из салона автомобиля. Детекторы поля для обнаружения спутника поисковой системы в автомобиле. То есть мы можем найти непосредственно, где в автомобиле находится... Найти, да, где находится GSM-антенна по приближению к антенне, мы будем видеть увеличение уровня. После угона автомобиля преступники используют так называемую глушилку, то есть когда ставится помеха на GSM-связь, то есть если мы сейчас включим, у нас в радиусе 10 метров примерно перестанут работать мобильные телефоны. Таким образом не позволяют оповестить оператора о начале угона. Что это за очаровательные подушечки? Это подушки для, скажем так, безаварийного отгибания двери. Используются на японских автомобилях, на некоторых, для вскрытия автомобилей изнутри. То есть вставляется в дверной проем, отжимается, накачивается груша, создается давление, дверь отпирается аккуратно, и мы можем с помощью специальных тяг открыть замок непосредственно. Либо также используются при вскрытии дополнительных замков капота. То есть если у автомобиля стоит какой-то дополнительный замок противоугонный, то таким образом можно подсунуть щель между капотом и балкой, выжать щель в 3 сантиметра и, например, работать полотном по замку для того, чтобы его спилить или выбить как-то. То есть мы видим, что практически на все современные средства, которые существуют, угонщики, соответственно, параллельно разрабатывают, придумывают новые методы. Спасибо большое, Андрей. Не будем забывать, что хоть наши сотрудники госавтоинспекции и очень строгие люди и находились при исполнении, но в этот день можно было задать вопросы им. И они, в свою очередь, охотно делились опытом и предостерегали автовладельцев, напоминая, что никаких ценных вещей в авто оставлять нельзя. Тем не менее, есть и такие автовладельцы, которые еще не совсем озадачились вопросом охраны авто. И, естественно, это привело к тому, что Котграбер победил их сигнализацию. Вы скажите, вы были готовы к тому, что ваша сигнализация не защищена от электронного зума? Нет, конечно. Что ее можно так легко вскрыть? Нет, не уверен вовсе. Теперь нужно обязательно очень аккуратно относиться к тем вещам, которые вы оставляете. Я понял. Спасибо. Вы были готовы к тому, что ваш автомобиль можно вскрыть таким простым электронным способом? Нет, я в шоке. Сегодняшняя акция, скажем так, продолжение нашей первой акции. Единственное, первая акция была спонтанная, поэтому люди были менее подготовлены, скажем так, и больше машин, показалось, что больше машин скрывают эти устройства. Сегодня люди приезжали более продвинутые, которые хоть как-то задумываются о защите своего автомобиля. И у всех, ну, практически там, у большинства стояли уже системы с диалоговым кодом, с индивидуальными ключами шахрования и так далее. И впредь будем проводить. Отметим, что на акции присутствовали специалисты, которые занимаются эксклюзивными охранными комплексами и нестандартным подходом к охране авто. Вот они-то и показали нам тот самый сюрприз, о котором я вам намекала. И хотя мнения людей, как всегда, разделились, не все готовы довериться охранному комплексу. Надо просто оформлять поле сказка на полную стоимость. Ну, по крайней мере, если выплатят, если угонят, то выплатят. Специалисты уверенно заявили, что защитить авто можно и нужно. Основная задача защиты от угона – сделать угон экономически нецелесообразным. То есть нужно понимать, что угонщику эта машина не нужна. Он ее угоняет с целью ее отдать заказчику. И если мы делаем угон нецелесообразным, то есть заставляем угонщика ломать капот, резать там обшивки, разбирать детали, узлы какие-то ломать, то есть угонщик сам понимает, что эту машину ему просто дальше по цепочке не передать. Да, ему неинтересно материально. И ему эта машина не нужна. То есть он понимает, сталкиваясь с защитой от угона, что он делает сам себе свою же работу невыгодной. Вот, поэтому он машину бросает, и ему проще пойти взять машину в соседнем дворе, которая ничем не оборудована. И многие люди говорят, что лучшая защита от угона это каска. Тем самым они дают свою машину без проблем угонять. И подтверждают, им выплачивают, они идут покупают новую машину. И все по кругу.